Да, видосов со способами заработка для школьников, вагон и маленькая тележка, но все они тупо копируют друг друга и в итоге встирают зрителям какую-то дичь. Мы же предлагаем вполне реальные, довольно интересные и самое главное, незаезженные варианты, которые помогут тебе зажибись немного баблишка. Добро пожаловать на Телблог.нет! И сегодня у нас 10 способов заработать школьнику. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Даже сейчас встречаются люди, которые думают, что при заказе с Алиэкспресс их обязательно кинут. Не веришь? А как еще в крупных торговых центрах выживают островки с чехлами для телефонов? Все очень просто, они питаются за счет лохов, покупающих у них продукцию втридорого. Там продаются точно такие же обычные чехлы, которых полным-полно на Али. Но если в интернете они стоят 100-150 рублей, то на месте их покупают по полкосарика. Что мешает тебе запомнить, какие телефоны у твоих одноклассников, заказать несколько чехлов и продавать их не за пятихатку, а скажем за 350. Как минимум двойной навар гарантирован, если конечно найдешь подход к клиентам. Продай мне эту ручку. А вот для заработка на капче никакого подхода к людям искать не нужно. Тут все зависит только от тебя. Для начала работы достаточно найти сайт, который платит за ввод капчи. На ней можно заработать абсолютно не напрягаясь. Сидишь себе, разгадываешь текст и вписываешь его. За 4 часа можно поднять рублей так 100. Может даже и больше. Все зависит от того, насколько хорошо ты распознаешь символы и как быстро вводишь текст с клавиатуры. Бабло, кстати, можно лопатить и за пределами интернета. Почему-то многие думают, что наняться за деньги к тете или дяде на сбор урожая можно только летом и никак иначе. Так вот. Если у тебя находится свободное время осенью или весной, и ты хочешь с пользой провести выходные, тупо общайся со своими друзьями или родственниками из деревни. Возможно, они знают того, к кому осенью можно выезжать на виноградники в лес на грибы или яблочные сады, а весной помогать собирать цветы, например, те же тюльпаны. Помню, еще во время моей учебы в школе несколько одноклассников весь март проводили на тюльпановых плантациях и за день зарабатывали ничуть не меньше своих родителей. Ну а есть и подработки, ради которых тебе не придется выходить из дому. Это может быть сборка ручек, поклейка марок на конверты, вырезание этикеток и другая мелкая работа, которая не требует много ума. Нужна только усидчивость. Найти такую жабашку можно по объявлениям в интернете или по рекомендациям знакомых. Поскольку у меня в школьное время было жило в шопе, мне с трудом давалась поклейка даже 150 конвертов в день, хотя на одно письмо требуется не более 30 секунд. Платить здесь не шибко много, но зато стабильно, да и работа особо не напрягает. Только отметим, что не следует вестись на предложение по предоплате за товар. Мол, вам дают марки для поклейки, а вы в качестве вашей добросовестности оставляете денежный залог. Это развод, не попадайтесь на него. Поднимать неплохие деньги на дому позволяет удаленная работа. Эта тема подходит всем, кто умеет хорошо излагать свои мысли, красиво рисует в фотошопе, пишет сайты или кодит. Ну или просто ты совсем уж не кастрюли головы и у тебя более-менее все с орфографией. Не обязательно иметь какой-то огромный опыт, чтобы заниматься фрилансом. Здесь все просто. Ищешь биржу, коих в интернете масса, подаешь заявку на интересующий тебя заказ, ожидаешь одобрения заказчика и выполняешь работу. Выбирай близкую и интересующую тебя тематику, и тогда работа превратится в хобби. Фриланс хорош еще и тем, что в будущем после окончания школы он может стать прилично оплачиваемой работой. За пару лет ты конкретно подтянешь свои скиллы, а потом уже и универ для заработка денег не будет нужен. Звучит неплохо. Ну а если ты неплохо разбираешься в компах, то можешь выложить свое резюме на сайт с услугами, расклеить листовки на улице или дать объявление в бесплатную газету. Моего знакомого младший брат в 16 лет помогает взрослым дяденькам собирать индивидуальную конфигурацию системных блоков. Подбирает материнки, память, видюхи, прозы, все в таком духе. Даже банально переустановить Windows боится. Ну, наверное, каждый третий твой ровесник, не говоря уже о поколении динозавров. Если позволяет время, можешь работать менеджером в компьютерной фирме, консультируя людей по телефону. Если ты в этом реально шаришь, почему не предложить свои услуги и не заработать? Я не представляю, какой нужно быть глупой. У меня четвертый раз Windows полетел. Прикинь, буду переустанавливать. Нет, ты представляешь, я уже три раза звала к себе, а он мне в тупую Windows переустанавливает. Подальше от компуктера и ближе к людям работа официанта. Но она подойдет для старшеклассников, поскольку работодатели нередко требуют документ, подтверждающий, что потенциальному сотруднику исполнилось 16 лет. Если ты решился носить людям харчи, то приготовься к адовому труду, потому что тебе нередко придется пахать до последнего посетителя. Зато представь, сколько чаевых ты сможешь заработать. Иногда чай превышает саму ставку. Вот поэтому мои знакомые терпели и работу по 11-12 часов в сутки, и выходки пьяных посетителей, и дневной сон, ведь трудились они преимущественно ночью. Для младших, но не менее трудолюбивых наших зрителей следует рассмотреть вариант с мойкой автомобилей. Просто выходишь к себе во двор с табличкой «Помою ваше авто за скромную плату» и шуруешь с мочалкой и водой к машинам. Летом таким макаром ты можешь обеспечить себя работой на целый день. Отличникам или тем, кто хорошо шарит хотя бы в одном предмете, советуют задуматься о выполнении домашки на заказ. Например, задали вам на дом порешать стригонометрические уравнения, притом каждому свое. Естественно, найдутся люди, которые не знают, что обозначают или даже как читаются символы в этом долбаном уравнении. Но хоть страйбан за четверть им же тоже нужно как-то получить. Так вот, вместо того, чтобы решать половине класса за спасибо, установи таксу 50 рублей за пример. Это не только сократит очередь хитрожопых раздолбаев, но и даст какое-никакое подспорье на карман. Точно так же можно делать абсолютно с любым предметом. Затачки по физике, реакции по химии, сочинения по русскому и английскому. Не будь лохом, хватит держать этих кровососов у себя на шее. Особенно тех, кто ничего не помогает взамен. Пора определить их, наконец, в петушиный угол и показать, кто в хате папка. Главное, не ведись на их бесконечно долгие манипулятивные тирады, что они-то тебя считали нормальным пацаном и тому подобное. У тебя какой вариант? Второй. Дай список. Ну и не отходя от кассы, то есть от школы. Можешь стать местным барыгой. Как? Ну смотри, начинается учебный день, звенит звонок. А на выходе со школы тут, как тут появляется имбецил охранник, который никак не хочет выпускать тебя на переменке в магаз. Знакомая ситуация? Тогда слушай, как извлечь из нее пользу. Перед началом учебного дня нужно забежать в магазин и затариться всем самым необходимым, чего не отроешь в школьной столовке. Бери несколько упаковок чипсов и сухариков, две-три пачки жевательной резинки, пару бутылок колы. Вся эта шняга идет лучше всего, а ты сможешь неплохо заработать. Например, 0,5 газировки стоит в магазе 40 рублей, а в школе, когда до выхода на свободу остается мотать еще фиговую тучу времени, ее можно толкать за 60. За день на такой перепродаже вполне реально поднимает 150-200 рублей. Неплохие карманные деньги, согласись. Ну что же, решил как лучше подзаработать? Или дальше собираешься сидеть у мамки на шее? Пиши также свои способы заработка школьнику и лайкай чужие варианты. Быть может, их наберется еще на целый отдельный топ. И не забывай подписываться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые видосики Ютуба. Ну и на паблик ВКонтакте подписывайся, там мы регулярно общаемся. Возможно, именно твой коммент попадет в один из наших следующих роликов.